Добрый день, студенты, телеканал РБК. Я Игорь Витович. Сегодня мы обсуждаем инвестиции в зарубежную недвижимость, одну из наших любимейших тем. Но в частности, сегодня мы будем говорить подробнее о Юго-Восточной Азии, об инвестициях в жилье, в недвижимость в странах Юго-Восточной. Азии в гостях у нас Патрик Андрешаев, директор и партнер компании «Вилагуна», Елена Юргенева, директор по развитию департамента элитной недвижимости компании «Найтфрэнк». И, как всегда, дорогие телезрители, вы можете присоединиться к нашей беседе, присылая вопросы на наш электронный адрес «сферасобака.рбс.ру». Добрый день, Патрик. Добрый день, Елена. Елена, мы, видимо, изменим свои традиции пропускать дам вперед, да? Ladies first, как говорят англичане, но поскольку у нас не англичане, а французы, то мы начнем, наверное, с Патрика. Патрик, вопрос, который хотелось бы задать вам, вообще, что такое элитная недвижимость, если мы говорим о Юго-Восточной Азии? Существуют ли некие критерии оценки? Потому что, Елена, у нас не первый раз в студии, и мы никогда не можем договориться до точного определения, что же такое элитная недвижимость. Если мы сегодня говорим именно об элитной недвижимости, то хотелось бы понять, что такое элитная недвижимость в странах Юго-Восточной Азии. В Юго-Восточной Азии элитная недвижимость позиционируется прежде всего в Таиланде, прежде всего на Андаманском море, остров Пхукет и окружающие острова. Почему именно вот так, таким образом? Потому что Пхукет входит в десятку ведущих направлений в Америке, в области туризма. Там много роскошной недвижимости. Вот таким образом. Помимо Таиланда, точнее в Таиланде, помимо географических разграничений, что Пхукет это элитная недвижимость, существует ли какая-то ценовая планка снизу и сверху для элитной недвижимости? Ну, конечно, существует разница в ценах. И большая разница, например, в Таиланде, на уровне, в районе Бангкока, на Паттайи, уровне Паттайи. Цены высоки. В других местах цены, конечно, пониже. Но существует очень высокий уровень цен на острове Пхукет, на окружающих местностях его. Спасибо, Патрик. Елена, вопрос на самом деле тот же к вам. Есть ли какие-то более-менее четкие рамки, по которым можно понять, что такое элитная недвижимость? Патрик, в основном, говорит о Таиланде. Какие еще страны интересны с точки зрения инвестиций в недвижимость, в элитную недвижимость? Юго-Восточная Азия, в первую очередь, это, безусловно, зависит от целей, с которыми инвестирует данный конкретный потенциальный покупатель. То есть, если мы говорим о чистых инвестициях, то, скорее всего, это будет один из крупных городов и финансовых центров Юго-Восточной Азии, таких как, например, Сингапур или Гонконг. Если мы говорим о приобретении курортной недвижимости для себя, то здесь надо понимать, что на астрономический рост цен вряд ли стоит рассчитывать. Местные офисы Найтфранк в Юго-Восточной Азии прогнозируют на протяжении 2010 года рост в диапазоне 5-10% годовых. Так вырастут цены на недвижимость, скажем, в среднем по региону. Хотя понятно, что отдельные пики могут быть. Так прогнозируется, что в Сингапуре и в Гонконге рост цен может достигнуть 18%. Тем не менее, вы не ответили на мой вопрос. А есть какие-то, если мы говорим именно об элитной недвижимости, существуют ли какие-то рамки, что выше этой суммы это считается элитной, либо это по-географическим, вот в этих местах это элитка или нет. Имеет ли смысл, когда говорит Патрик о Таиланде, он называет места курортные, а вовсе не Бангкок. То есть Пхукет это курортные места. Я думаю, что еще есть острова, там те же Саму и другие острова, на которых недвижимость может считаться элитной. И, соответственно, покупают люди себе виллу на побережье, грубо говоря. Вы же говорите о городской недвижимости, вряд ли кто-то в Гонконге покупает для отдыха, кроме как на Лантау, возможно. Абсолютно. То есть если мы говорим о Таиланде в целом, то там существуют два типа элитной недвижимости. Во-первых, это кондоминиумы в Бангкоке. И во-вторых, это действительно виллы, резорты на Пхукете, Самуи и других островах, где сейчас развивается активно такой формат, как гостиница. И при ней под управлением отельного оператора, как правило, пятизвездочного, находятся виллы. То есть здесь мы говорим не о ценовом делении и не о территориальном, а именно об уровне, о качестве строительства, о расположении в контексте инфраструктуры окружающей, о наличии пятизвездочного оператора, который предоставляет... Готов управлять. Да, абсолютно. То есть когда мы говорим, мы говорим вообще, что жилье приобретается с целью не проживания, а с целью инвестиций. Да. И нужна управляющая компания, которая будет этим управлять. Совершенно верно. Из наших покупателей, как правило, мало кто планирует переезд на постоянное место жительства в Таиланд. Они собираются использовать эти виллы на протяжении месяца, но максимум двух в году. А остальное время сдавать? Остальное время сдавать. Или же, по крайней мере, быть уверенными, что есть оператор, который позаботится о сохранности и поддержании в порядке этого объекта. Хорошо. Патрик, прежде чем мы продолжим разговор, я хотел бы, чтобы режиссер показал нам график. Значит, у нас есть график. Это динамика цен на жилье в странах Юго-Восточной Азии, исходя из 1 апреля 2010 года. Мы видим, это Сингапур, Малайзия и Индонезия. Ничего пока не сказано про Таиланд. Что Сингапур за 6 месяцев вырос на 24,3%. За 6 месяцев 12,5% за первый квартал 4,9%. Малайзия выросла на 3,3%. В 6 месяцев 0,8% и минус 0,1% в первом квартале. Индонезия 2,5%, соответственно, 1,4% и 0,7%. Это источник компании Night Frank. Я не ошибаюсь, да? Совершенно верно, да. Хорошо. Что происходит с ценами в Таиланде? Когда вы говорите о заменениях цен, во-первых, надо знать, что это за цены на недвижимость или на землю. Потому что в Таиланде происходит следующее. Сейчас средний рынок по Пхукету, оценивается рост его примерно в 10%, в 10-12%, наверное, в зависимости от того, где находится конкретно ваша инвестиция. В среднем по всему Пхукету 10-12% ежегодного роста мы наблюдаем. Сейчас, вот в этом году после кризиса, ну, можно сказать, что... И не забывать при этом еще политические проблемы в Таиланде сейчас, наверное, мы ожидаем роста в 3-5%. Есть вопрос, который я не могу не задать. Это, во-первых, законодательный вопрос, да? Насколько я знаю, в Таиланде запрещено приобретать физическим лицам, нерезидентам недвижимость. Совершенно верно. Существует законодательство довольно специфическое в Таиланде. Но оно распространяется на все страны Юго-Восточной Азии, и в Вьетнам, и на Индонезию. Иностранный инвестор не может быть владельцем земли. Это для физических лиц имеется в виду. Но, тем не менее, проходя через какие-то фирмы, всегда можно стать владельцем недвижимости, участка, но на условиях партнерства. Вот такой закон одастся в Таиланде. Тем не менее, следует сказать, что в Таиланде, если вы не можете стать владельцем, вы можете стать владельцем, заключив, ну, практически владельцем, заключив договор долговременной аренды на три раза по 30 лет. И, кроме того, можете быть владельцем дома, стоящего на этом участке. Вы не являетесь владельцем формального участка, но владельцем дома, стоящего на нем. Вот так. Согласны с тем, что говорит Патрик? Насколько нарежно подобное? Вы знаете, если мы говорим об инвестициях в страны Юго-Восточной Азии, например, у британских инвесторов отсутствует такой психологический барьер. Потому что вы знаете, что в Великобритании тоже есть такие формы собственности. Лис-холд и фри-холд. То есть для них это все привычно. У русских, безусловно, возникает масса вопросов. Если это 30-летний лис, а что произойдет через 30 лет? На каких условиях и как я буду продлевать аренду? И даже если это 99-летняя аренда, то все равно, безусловно, определенный психологический барьер есть. Ну, в общем, да, изменилась психология российского покупателя. Потому что если раньше мы жили по принципу «где я и где то завтра», то сегодня уже люди думают, что было через 30 лет. Я вам больше скажу. Даже в Лондоне, где, в принципе, никто не сомневается, что недвижимость не отберут, тем не менее, пользуются спросом Белгравия, Челси – это те районы, где фри-холд, в общем-то. Давайте обсудим еще такой момент. Помимо Таиланда, Патрик упомянул, что в других странах существует тот же самый закон. Да. Это действительно так. Помимо Таиланда все-таки и финансовых центров, таких как Сингапур и Гонконг, существует наверняка...